Девчонки, всем привет! И сегодня я решила снять тег, который называется то или это. Давайте начнем с первого вопроса. Румяна или бронзер? Я думаю, что все же бронзер, потому что им я могу не только контурировать лицо, скульптурировать, а также могу нанести этой же кистью быстренько на складочку века, при дневном макияже добавить туши и очень такой здоровый, красивый вид получается. Вместо румяна его использовать и будет очень такой тоже хороший, красивый, здоровый вид. Следующий вопрос. Тональный или консилер? Я думаю, что все же, наверное, тональный, потому что я лучше выровняю цвет лица им и могу его нанести, но я могу вообще обойтись спокойно без консилера. Далее, блеск для губ или помада? Наверное, все же помада. Я фанат помад, я не знаю почему, мне в то же время, если я когда-то представляю, когда я перед тем, как наношу макияж и выходить на улицу куда-то, я собираюсь, мне все время почему-то хочется нанести блеск, сделать такими губы объемными, зеркальными. Рука тянется, девчонки, все равно к помадам, потому что я понимаю, что для меня это более практично, потому что когда на улице ветер, если вот как-то вот за этим, за помадой легче не наблюдать, потому что она не скатается никогда в белую полоску, волосы не прилипнут при нашей такой погоде, всегда ветер, не знаю, без ветра, наверное, никогда не уходится на улице. Поэтому для меня это практичнее. Дальше, кисти или спонжи? Наверное, все же кисти, потому что кисти я люблю, как-то без кистей трудно особо обходиться в макияже. Тушь для ресниц или подводка? Девчонки, тушь для ресниц это 100%, ну представляете, я накрашусь одной подводкой, а ресницы не накрашу, это вообще такой пустой, какой-то пустой взгляд получается, да, и некрасиво. А тушь для ресниц, даже без подводки, когда все равно глаза более такие выразительные, яркие получаются. Далее, рассыпчатые тени или прессованные? Прессованные, конечно, но это, наверное, имеется в виду обычные, да, вот такие классические. Да, больше их люблю, с рассыпчатыми, как-то это так я под настроение. Далее, натуральные или цветные тени? Натуральные, у меня в основном больше в натуральных цветах, да, различных оттенках теней. Да и, в принципе, с ними легче, я уже приноровилась, я знаю, что куда нанести, собрался и пошел. Дальше, нюдовый или вечерний макияж? Нюдовый, девчонки, потому что у меня более, вот, я вроде бы пытаюсь посильнее так накраситься, уж ближе к вечернему. Я даже, когда вечер куда-то мы идем, если я стараюсь накраситься более ярко, у меня все равно получается более такой нюдовый. Я не знаю, я, наверное, всегда боюсь просто переборщить с тенями. Я вот уже на себя это, на этом словила. Далее, длинные или короткие волосы? Девчонки, длинные волосы, вот, я и короткие люблю, они, в принципе, мне тоже идут, но длинные волосы, это всегда красиво. Далее, светлые или темные волосы? Только брюнетка, только брюнетка. Брюнетка, я люблю быть брюнеткой. Далее, длинные или короткие ногти? Ну, не знаю, вот такая вот длина, такая вот, чтобы валик закрывала, примерно вот. Сильно длинные не люблю, мне кажется, это как-то по старинке все. Или вот слишком, знаете, прям такой обрезной, когда вот короткие, тоже очень красиво смотрится, мне нравится. Далее. Светлый или темный лак? Девчонки, ну, наверное, больше к темному, вот, это более как-то такое, вампирские цвета такие, мне нравятся, это более как-то роковуха такая получается. Далее, джинсы или леггинсы? Ой, вот раньше любила джинсы. Вот, девчонки, не поверьте, наверное, последний год точно, вот, я просто из леггинсов не вылезаю. Вот, они мне совсем нравятся, они как нравятся мне с курткой с косухой, они мне тоже нравятся из пальто, они мне нравятся, например, с какими-то свитшотами, с блузками. Все, с чем я не одеваю, леггинсы, леггинсы, ну, не вот такие классические, знаете, как вот раньше, вот, типа, леггинсы, да, такие носили в основном, или женщины вот носят вот там вот под длинные туники. А вот леггинсы, джеггинсы, которые больше, вот, которые смотришь, они так, как джеггинсы, спросятся. Вот, я, наверное, фифти-фифти, ни туда, ни сюда, да, не ответила нормально на вопрос, но вы смысл поняли. Далее, юбка или платье? Девчонки, вот, для меня, наверное, лучше платье, я люблю платье, если сравнивать с юбкой, в юбке, к юбкам все время надо что-то подбирать, мне это замараучки, честно, у меня вообще всего две юбки, а платьев, я вот сейчас начинаю собирать коллекцию платьев, особенно летних, буду в платье ходить летом, в босоножках. Далее, ваниль или шоколад? Ну, это по ароматам, да? Ой, наверное, шоколад. Ваниль бывает разный, поэтому она может быть приторной, мне может затошнить, и не дай бог. Следующий вопрос, масло для тела или крем? Ну, наверное, все же крем, потому что масло я не очень люблю, как для лица, так и для тела. Мне кажется, я как-то один раз пробовала, и все, я поняла, это не мое, как будто бы закупоривают пору как на теле, так и на лице, кожа не дышит, и с ним осторожно не переборщить. Может быть, я не такое пробовала, я знаю, что многие ченки хвалят, многим нравится, но по мне лично крем, крем люблю. Далее, белая блузка или рваные джинсы? Блин, вообще такой трудный вопрос, как бы я, в принципе, сосчитала эти две вещи, кстати, классно смотрелась бы. Но вообще, если выбирать, конечно, белая блузка, потому что, честно вам признаюсь, у меня нету рваных джинсов. Вот ни одной пары у меня нету рваных джинсов. Я в том году призадумалась о том, что купить, но мне почему-то кажется, что я вышла из этого возраста. Далее, белая кожа с румянцем или загар? Не, 100% загар. Белая кожа с румянцем или загар? 100% загар, девчонки. Не люблю белую кожу, конечно, у каждого свой цветотип, но я сама по себе смуглая. Загар это мое, я люблю, я люблю его темненько. Ну вот, девчонки, ответила я на все 18 вопросов. Надеюсь, вам понравился тег, вы не заскучали. Спасибо огромное всем за просмотр. Ставьте пальчики вверх, поддерживайте меня и всем пока!